Все ржавое, все запчасти, которые выглядят, все просто прожжавое. Друзья, всем привет! У меня в инстаграме очень много людей проголосовало за то, чтобы я показал, в каком виде сейчас прицеп. Специально для этого я приехал в то место, где он хранится. Сам еще не видел. Волнительно, потому что, можно сказать, он с зимы здесь стоял, и с ним вообще ничего не происходило. Пойдем посмотрим, что же с ним произошло. Все ржавое, все запчасти, которые были, все просто прожжавево. Мы сейчас в земле, короче, наполовину. Надо уже поскорее понять, в каком он состоянии, попробовать прицепить его к автомобилю и проехаться, посмотреть, что же будет. Вы наверняка знаете то чувство, когда находишь старую-старую куртку в шкафу, одеваешь ее, залезаешь в карман, и там лежит соточка. Старая такая, ну, типа, приятно же, да? Сейчас будет примерно то же самое, потому что на прицепе есть вот такой вот ящик. И я, честно говоря, не помню, что же там лежит. Возможно, что-то полезное. Давай посмотрим. Опа! Так, здесь что? Здесь тент. Кофеек. Мы его допили. Или не допили, извините, так себе, если честно. О-о-о! Всякий инструмент технический, понятно, который остался, кстати говоря, с прошлого выпуска, который вы могли смотреть на моем канале. Тот самый выпуск, когда Дон Баллон этот прицеп разукашивал. Что ж, погнали оживлять. Начнем с того, что уберем вот эти упоры и подкатим прицеп прямо к BMW. Здесь все очень сильно заросло деревьями. Дон Баллайова на нашей интересе! Так и они улыбаются. Сейчас очень ответственный момент. Все, надо заводить и пробовать. Здесь стол для Arma, ну понятное дело, без него никак. В старых автомобилях есть одна особенность. Для того, чтобы подключить вот такой вот электрический разъем в штыкер, это современная история. Разница в том, что видишь здесь сколько разъемов, и сколько разъемов здесь. Все, поехали, собираемся. В принципе, вот сейчас, если глядя спустя, скажем, полгода, сколько прицеп стоял, я могу сделать вывод, что в принципе все стоит очень хорошо и сделано тогда и покрашено тогда, очень круто. Дон Баллон, еще раз тебе огромная благодарочка. Вот, ну а сейчас у нас остается что? Мы прицепили прицеп, подключили разъем с электричеством. Надо попробовать его немножечко вытащить уже до конца отсюда. После того, как я его вытаскиваю отсюда до конца, проверяем, как работает свет, работает ли он вообще. Потому что я не знаю, я не знаю. Этот автомобиль первый раз в жизни едет с прицепом. Для тех, кто не в курсе, весь прошлый сезон прицеп ездил на Мерседесе Димы Кока. Первый раз этот прицеп прицеплен к BMW. И нам стоит понять, вообще будет электричество или нет. Пробуем. Жесть. Прикинь, если бы это на дороге произошло. Ребята, тестируйте их, пожалуйста. Прежде чем мы это все делаем. Охренеть. Мне бы не хотят, чтобы прицеп приехал в него в автомобиль. Не, ну в смысле мы же к Коку прицепляли этот прицеп. Значит, все нормально. Значит, все работает. Значит, наверное, ехать. Блин, а теперь стремно ехать. Ух. Блин. Стоп. Стоп. Топ. Топ. Поп. Так, самое время проверить, как работает фара. Сейчас надо узнать, здесь работает или нет фары. Работает, все хорошо. Еще один важный момент. Всегда прежде чем выехать мы проверяем давление в колесах, потому что был момент, когда они уследили и получилась дыреха. Не хотелось бы конечно. Вообще нет. Смотри, я увезу отсюда муравьев. Я если честно думал то, что прицеп будет в гораздо более худшем состоянии, потому что он стоит на открытом воздухе, здесь льет дождь, здесь дует ветер, здесь постоянно металл подвержен к коррозии и прочее такое. На самом деле все не так уж и плохо. Прицепили, как ни в чем не бывало. Да он красавец, реально красавец. Ребят, напишите в комментариях какой город вы хотели бы, чтобы мы приехали и провели армприцеп. Ребят, ну вы видели, да, в каком формате находится сейчас резина? Прицеп это такой же механизм, как и автомобиль и все что угодно. За ним в любом случае нужно следить. В ближайшее время я обязательно с ним съезжу на ТОшку, чтобы не пропустить новые какие-то движухи или место, куда мы приедем с этим прицепом. Подписывайтесь на мой инстаграм, он будет вот здесь. Вот и все. Что ж, нам остается одно колесо докачать и в бой. Вы же знаете, что Вася Кассипор? Вася Кассипор, у нас есть вот такие вот болты прямо здесь, через которые вкручивается стол к прицепу. Но я Кассипор и забыл ключ на шестигранник к этим болтам. Поэтому надо и болты сами освежить по хорошему счету. Едем в строительный магазин и только после этого уже ставим стол на прицеп. Нам везет. Останется просто запастись слабоумием и отвагой для того, чтобы поехать и поверить в прицеп, что он не отцепится от автомобиля, когда я буду ехать по трассе. Фух, короче, все хорошо, все двигается, ездит, колеса крутятся, стол сейчас поставится. Армрестлингу быть. Вася Кассипор Вася Кассипор Вася Кассипор Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok